В минувшую пятницу жители села Покровского, пригласив соседей из Никольского и Клементьева, собрались в клубе на торжественном вечере, посвященном Дню Героев Отечества. Собрались, чтобы вспомнить героев земляков, на чью долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Это итоговое мероприятие, посвященное 65-летию Победы. Направлено оно, конечно, в первую очередь на то, чтобы вспомнить и изучить опять уроки нашей истории, но и самое главное – это патриотическое воспитание молодежи и школьников. Не зря сегодня присутствуют все школы нашего поселения, все учителя, жители присутствуют, кто сумел приехать. И сегодня, я думаю, вот это мероприятие все-таки должно удастся, потому что мы должны помнить. Такие годы, такие исторические события, они не забываются. Прологом к основной программе стала выставка, оформленная из творческих работ школьников о слободчанах, участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла. Стенды, представленные ребятами, рефераты и сочинения – настоящий исследовательский труд. Еще одно подтверждение, что память о войне хранится не только в душах ветеранов, она жива в их детях, внуках и правнуках. Дети вообще ведут и в школе очень большую работу. Эта работа направлена на то, чтобы собирать материал, в первую очередь, исторический материал, о тех жителях, которые проживали на территории, которые ушли на фронт, которые воевали, которые здесь остались и трудились, когда была война. Кроме этого, школами была большая работа проделана, и администрация Слободского сельского поселения вместе с предпринимателями выделила средства для того, чтобы школы напечатали вот такие книги. Вот, например, Покровская школа Слободского сельского поселения назвала свою книгу «На веки в памяти». И здесь как раз-таки рассказывается о всех, кто ушел на фронт, о тех, о ком нужно вспомнить. Здесь их биографии, здесь небольшие моменты из их жизни взяты. Мы близко живем, мы друг о дружке знаем все практически, да, и, безусловно, и у каждого почти, у каждого во дворе, вот эта книга говорит о том, что у каждого почти в доме ушел кто-то на фронт. И такие у нас книги по трем округам – Клементьевский, Никольский и Покровский. Сейчас мы надеемся, что и Чуряковская школа подключится, и Девногорская, мы, по крайней мере, их попросили, и они не против этой работы. Я думаю, мы напечатаем такую книгу и по Слободскому округу нашего Слободского сельского поселения. Кроме этого, ребята занимают у нас места и в рамках патриотического воспитания, на конкурсах всевозможных, и Углического района, и области, со своими работами, большими исследовательскими, и на компьютерах. И вот рефераты здесь присутствуют. Это, конечно, большая работа. Плюс поисковая работа. Здесь тоже и молодежь, и ребята, и жители принимают участие в поисковой работе. Да, мы нашли фамилии, например, летчиков в Клементе, о чем уже не один раз говорилось. А сегодня мы нашли еще фамилии летчиков, которые у нас в Никольском. Я думаю, весной мы там поставим тоже памятник. Всего два года назад в Слободском сельском поселении проживало 22 участника Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось всего 8. Очень жаль, что почтенный возраст и проблемы со здоровьем не позволили ветеранам собраться в Покровском клубе. В программе вечера помимо концертных номеров был показан фильм, подготовленный работниками культуры и образования совместно со школьниками Волости, в котором они, ныне живущие ветераны, рассказывали о войне. Этот фильм стал основным и самым трогательным моментом всего вечера. И не важны были технические погрешности записи. И никто не разошелся, когда во время показа на полчаса отключился свет. Потому что неприкосновенными есть и будут ценности, такие как уважение к своим героям и гордость за свое отечество. Олеся Хазинова, Иван Туркин, Огольческое общественное телевидение.